Одесса спорт представляет о нашем спорте Оперативно и подробно Варебольный клуб «Химик» закрепляется на первой строчке турнирной таблицы благодаря победам на выезде Определились финалисты зимнего первенства города по футболу 8 на 8 А теперь к деталям Впервые в Одессе чемпионат южного региона по боям без правил А также турнир по ADCC грэплингу на призы СК «Оплот» 3 марта спорткомплекс «Краян» Начало в 17.00 Не пропустите! 20 февраля на стадионе отеля «Старлайт» в турецком Сиди состоялся очередной тренировочный матч черноморца Наша команда встречалась с российским ФК «Мордовия» из Саранска Со стартовым свистком наша команда пошла вперед и уже в первой атаке могла забить гол Выстрел Сантана не без труда парировал Юрченко Затем какое-то время больше наступал российский клуб В конце тайма черноморец мог открыть счет Но Петру Ковальчуку помешал отличиться защитник Ариере – вратарь российского клуба Вскоре после перерыва мяч вновь попал в штангу ворот Безотосного Но на этот раз после удара Обрицы А на 58-й минуте он же сумел все-таки поразить цель Коварно пробив с угла штрафной в дальнюю шестерку 0-1 Черноморец мог отыграться практически мгновенно Подачу углового Риера едва не воплотил в гол Фонтанелья Но не попал головой в рамку метров с 7 Забили моряки на 63-й минуте После атаки правым флангом Бурдужан эффектно отбросил мяч на линию штрафной А набежавший Риера в одной касание неотразимо выстрелил внизом 1-1 Наша команда должна была развить успех Упустили свои шансы Диденко, Политилы и Бурдужан А победили россияне 1-2 Обидное, но поучительное поражение 23 февраля Черноморец завершил свой третий турецкий сбор поединком с Кубани из Краснодара В матче было много позиционной игры, отчего ударов по воротам обе команды нанесли крайне мало На 19-й минуте контратака Кубани правым флангом завершилась подачей на линию вратарской И Попов в 7 метров послал мяч в сетку 0-1 На 26-й был шанс забить у Бурдужана Он получил передачу в штрафной и с острого угла мощно выстрелил под перекладину Вратарь парировал сложный удар В самом конце игры, когда Черноморец пошел вперед большими силами Балашов подал угловой Мяч подхватил Политила и пробил 16 метров в дальний нижний угол Корюкин спас свою команду При следующем стандарте в штрафную Кубани прибежал даже пас Но спасти матч моряки так и не смогли К сожалению, в этом матче получили травмы Петр Ковальчук и Бурдужан После окончания игры Черноморец отправился в аэропорт Анталии, откуда вылетел в Одессу По итогам трех сборов в Турции моряки провели 14 матчей Из которых 6 выиграли, 4 окончили мячью и 4 проиграли с разницей забитых и пропущенных мячей 19 и 15 соответственно Со вторника команда продолжит подготовку к чемпионату на родной земле 23 февраля на УТБ Черноморец на 11 станции Люздорской дороги ФК Одесса с минимальным счетом обыграл молодежный состав одесского черноморца Единственный гол в этой встрече был забит на 34 минуте, вышедшем на замену Сергеем Шестаковым Который сполна воспользовался голевой передачей в исполнении Анатолия Опри На 68-й минуте был удален с поля с правом замены моряк Иллой Аэт Во-первых, мы старались прессинговать соперника, не давать им свободных зон И по возможности сами разыгрывать комбинации, те, что мы отрабатываем на тренировках И вот как раз сегодня, тот момент, когда меня действительно порадовало именно качество нашей игры Мне нравится наша работа И как раз мне нравится находиться, пусть нам очень тяжело в финансовом плане Но организация именно работы, моих помощников, на какой уровень мы выходим в работе И как футболисты растут, это самый главный критерий работы у нас тренеров Следующим соперником ФК Одессы станет представитель второй украинской лиги ФК «Реалфарм» из Южного Встреча пройдет в среду, 27 февраля, на УТБ «Черноморец» по улице Архитекторской и начнется в 14.00 Покинув зону Еврокубков, варейбольный клуб «Химик» сосредотачивает свое внимание на внутреннем чемпионате страны Минувшую пятницу южники на выезде дважды обыграли «Галычанку» в рамках 11-го тура чемпионата Украины И закрепились на первом месте в турнирной таблице В первом матче «Химик» практически не имел проблем с соперником Наиболее тяжелой получилась вторая партия, в которой тернопольская команда долгое время лидировала в счете Но в итоге все три партии остались за командой из Южного Во второй игре хозяйки площадки сумели отобрать у «Химика» одну партию Тернопольским варейболисткам удалось победить в третьей партии, проигрывая в дебюте 10-16 «Галычанка» выиграла со счетом 25-23, но переломить ход игры им все же не удалось «Химик», как ни в чем не бывало, довел дело до положительного исхода игры в свою пользу 6-1 по партиям за два игровых дня и «Химик», набрав 51 очко, закрепляется на первом месте в турнирной таблице Следующие матчи команда проведет 10-11 марта В 12-м туре чемпионата «Химик» сыграет дома с Киркинетидой На стадионе «Атлетик» постепенно подходит к своему логическому завершению Зимнее первенство Одессы по футболу 8 на 8 Последние воскресенья зимы здесь прошли полуфинальные матчи Сразу отметим, что в обоих случаях можно было выделить явных фаворитов пар Которые, по идее, не должны были испытать больших проблем в своих встречах Но госпожа Фортуна в этот день была на стороне более слабых коллективов В поединке «Века-Ориун» преимуществом владели инопланетяне, а не в розовых футболках Но колбасники, благодаря сумасшедшей самоотдаче, не то что не уступили Но и открыли счет поединке после курьезного гола в первом тайме Правда, пропустили еще до перерыва Но во второй 25-ти минутке соперники не забили, и поединок перешел в серию пенальти Невероятная удача сопутствовала галкейперу «Векки», который и сам отразил удар с точки И со штангами договорился, чтобы те помогли В итоге победили все-таки колбасники, а вот прошлогодний финалист «Ориун» теперь сыграет лишь матчи за бронзу Долго к этому шли, старались в группе, заняли второе место Обыграли команды и вышли В принципе, сегодня в финал Игра была сегодня очень сложная В принципе, закономерно, что эта игра закончилась серией после матча в пенальти Так как борьба была сильная Все игроки играют на высшем уровне Компанию «Живекки» в финале составит команда оборонительного плана «Реал» Здорово сыгравшая в нынешнем турнире И доказавшая, что готова сражаться за самые высокие места В противостоянии с командой ОАСМ реалисты выглядели статистами Ведь по сути не угрожали воротам Андрея Череднюка Красно-белые же владели колоссальным преимуществом Много комбинировали, создали несколько хороших моментов Но мяч в упор не шел в ворота А вот во втором тайме «Реалу» удалось открыть счет Эффектный штрафной завершился голом от штанги И реальные повели ОАСМ бросил все силы в атаку Но ворота «Реала» были словно заколдованные То вратарь спасал, то защитники кидались под удары А то и проигрывавшие футболисты отправляли круглого за пределы стадиона Неточными, но сильными выстрелами с дальней дистанции Ну а когда до конца встречи оставалось всего несколько минут «Реал» поймал оппонента на контратаке И забил во второй раз В итоге 2-0 Заслуженная победа и в финале сыграют «Века» и «Реал» Как мы видим, полуфиналы получились очень непредсказуемые И, можно так сказать, аутсайдеры прошли, скажем Которые до игры никто их не рассчитывал Но это футбол Как мы знаем, произошла катастрофия-катастрофа в Донецке И наш, я же как говорится, капитан команды, лидер Человек, который собрал ее, был на этом борту вместе с отцом Но, слава богу, все обошлось Он небольшие повреждения получил Но в целом все обошлось И как бы сегодня его не было, он, к сожалению, пока еще не может играть И, к сожалению, я думаю, на финале он будет Запланированы главные матчи турнира на нынешнюю субботу Следите за сообщениями на нашем сайте В открытом чемпионате Одесской области по скалолазанию Приняло участие 120 спортсменов в возрасте от 6 лет и старше Турнир посвящен знаменитому альпинисту Алексею Ставницеру Альпиниста не стало около года назад И сегодня Кубок области носит его имя Самое важное в скалолазании Это уверенный старт, утверждают сами спортсмены Но даже правильная техника в скорости Не помогла воспитаннику 4-го интерната Опередить своего друга Всеволода Пожарова В возрастной категории до 12 лет Всего же из 20 различных категорий Одесские скалолазы выиграли в 16-ти Были близки нашей девочке и к золоту в скорости В возрастной категории 2000-2001 годов рождения По итогам соревнования будет отобрана сборная Одесской области Которую войдут по два мальчика и две девочки Во всех возрастных категориях Сборники выступят на чемпионате Украины Который пройдет в июне в Одессе Ваш путеводитель в мире спорта Газета Одесса Спорт Почти 15 лет верной работы и оперативной информации Оформляйте подписку на издание Во всех отделениях Укрпочты города и области Подписной индекс 21 586 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok